И как было отмечено ранее, новые SQL-решения, как правило, не имеют возможности использовать join, то есть соединять свои отношения. И для k-value хранилищ все достаточно просто. Мы в любом случае можем получить данные только по ключу и соединять каким-то образом значения мы не можем. В документоориентированных же с OBD, как правило, есть некоторые механизмы, которые позволяют избежать join при моделировании. Либо же как-то предоставить другим инструментам возможность использовать эти join. Самое простое, что мы можем сделать, это оставить вместо конкретного значения атрибута просто ссылку на другой объект из некоторой другой коллекции. Это фактически аналогично тому, что предлагается в виде внешнего ключа в релизионных базах данных. Однако операция выборки при этом будет несколько сложнее, поскольку хэш-индексы, которые используются при join содержатся в MongoDB в несколько другом виде. И операции соединения фактически будут означать выборку по списку из объектов. И также следует отметить, что MongoDB, естественно, не поддерживает синтаксис с командами join, поэтому придется самостоятельно сначала выбрать все объекты, которые нам нужны, то есть, вернее, все идентификаторы объектов, которые нам нужны, а затем эти идентификаторы отправить в запрос к другой модели. Другим часто используемым приемом является встраивание документов. То есть, если у нас речь идет о какой-то информации, которая не содержит много полей, либо о каких-то списках, то выгоднее на самом деле хранить эти списки непосредственно в самом документе нашей модели. То есть, в данном случае мы можем хранить контакты, как просто некоторый вложенный словарь, в котором у нас содержатся атрибуты телефона и эмейла. Естественно, такой способ не подходит в случае, когда нам нужно хранить несколько одинаковых объектов в разных местах, в разных объектах документов. Поэтому, как вы, наверное, помните из уроков по нормализации и в целом по моделированию реализационных баз данных, у нас может возникнуть ситуация, когда в одном месте данные уже обновлены по конкретному объекту, а в другом месте они еще не обновлены. И также следует отметить, что в данном случае данные будут дублироваться, то есть будут занимать больше места на диске. Несмотря на отсутствие join-ов, некоторые ORM используют так называемый тип dbrf, то есть database reference, которые позволяют реализовать join-ы средствами драйверов, которые связываются с базами данных. В типе dbrf можно указать имя коллекции, то есть имя отношения, из которого мы выбираем объект, и, собственно, сам идентификатор. И ORM будет понимать, о каком именно объекте идет речь. И также может его присоединять как ORM, используя обычный join. Субтитры создавал DimaTorzok